На прошлой неделе глава города Вячеслав Истомин полдня провел в поселке Железнодорожный. Вместе с журналистами он посетил завод изоляции труб и Копейский кирпичный завод. Подробности далее в сюжете. Первым в цепочке посещенных предприятий стал Копейский завод изоляции труб. Одним из основных видов деятельности является изоляция труб разного диаметра для строительства магистральных и подземных нефтегазопроводов. У нас на протяжении всех лет от 300 до 500 километров изоляция. Не считая других отводов холодного гумфомедового поперечной гибки, очистка, восстановление трубы, изготовление свай, аттестация трубы. В 2013 году завод отмечает свое 15-летие. За эти годы здесь сложилась команда профессионалов, способных эффективно действовать в современных рыночных условиях. Сегодня штат сотрудников почти 320 человек. Каждый знает свое дело и четко выполняет свои обязанности. У нас имеется технологическая процедура. Начинается это все от подготовки поверхности труб и заканчивая непосредственно изоляцией, контролем. В конечном итоге выходит труба, которая подвергается контролю, визуальному, приборному контролю. И, соответственно, в результате всех видов контроля выходит труба. Предприятие, которое обеспечивает полный социальный пакет, то есть материальная помощь, премии, там все у нас, людям нравится у нас работать. Социальная политика является еще одной сильной стороной завода. Помимо всех соцгарантий, на предприятии предусмотрены и иные формы поощрения сотрудников. На территории имеется оздоровительный комплекс со спортивным залом, сауной, бассейном и бильярдной. Причем здесь не только могут заниматься сами заводчане. Жители поселка Железнодорожный также могут пользоваться всеми услугами этого комплекса. Разговор о производственных мощностях и возможностях копейских предприятий продолжили на кирпичном заводе, который является одним из крупнейших производителей кирпича в регионе. Объем производства составляет 36 миллионов штук в год, причем ассортимент постоянно расширяется. У нас последние с 2009 года, начиная, кстати, в кризисные, мы сделали рекордное количество кирпича. И сейчас у нас только от года к году увеличилось производство. Сейчас его действительно, это факт, есть потребители у нас Хабаровска. Вот даже такое расстояние, можно сказать, большую часть России проходит он. И есть потребность даже там. В том году мы пробовали, как делать и желтый кирпич, особенно востребованный. Раньше его привозили из Манитогорска. Сейчас есть производство уже в Члемиске, мы его также стали производить. В этом сезоне уже одна строительная компания Никс заказала нам для целого микрорайона элитного, они специализируются на таком жилье Никс, я говорю. Они заказали коричневый кирпич шоколадного цвета, то есть. И там объемом будет около миллиона штук. Но это настоящий шоколадный цвет, который в результате пигментов марганца, то есть добавление получается такой цвет, и он никогда не выгорит, мы можем дать гарантию на такой цвет, 150 лет больше. Собственная производственная база, оснащенная высококачественным оборудованием, отлаженная технологией производства кирпича, высококвалифицированный персонал и грамотно выстроенная система менеджмента. Все это помогает предприятию занимать высокие позиции на конкурентной площадке. При этом большое внимание завод также уделяет и социальной политике. Буквально в каждом спортивном мероприятии участвует наша команда. Недавно была лыжная эстафета, до этого был волейбольный турнир. И помимо этого, приветствуется, это нам интересно, чтобы наши сотрудники занимались спортом. Сейчас на предприятии работает около 250 человек. В планах расширение мощностей и открытие нового цеха в Коркино.